Рекорд по участникам промысла теперь еще и из Дагестана и Краснодарского края. В выходные в Кирове стартует фестиваль «Кладовая ремесел». Сегодня организаторы рассказали, чего ждать от народных промысловиков и от большого количества мастер-классов для гостей праздника. Кстати, сами организаторы уже попробовали освоить одну из самых простых техник декора – деревянные игрушки, но и с ней ИО, министра предпринимательства и представители ВТПП заплюхались. Настолько тонкие и хрупкие вот эти детали, что мужскими пальцами очень сложно. Вообще для гостей праздника организаторы подготовились десяток мастер-классов. Научат плести из бересты, соломки, работать с капокорнем, научат гончарному делу. Обещает, интересно должно быть всем возрастам. Можно попробовать сделать своими руками корзиночку из лозы, можно сделать, скрутить обереговую куклу, можно поработать в технике вятской росписи, либо в росписи по мотивам дымки. Разыграю также несколько призов. Кстати, шестой по счету фестиваль «Кладовая ремесел» ожидается рекордным большим по количеству участников. В Киров съедутся народные промысловики аж из 22 российских регионов. Это кроме местных умельцев. Мы стараемся представить регионы, когда отбираем участников, чтобы показать, во-первых, какие-то классические, специфические для тех регионов, которые к нам приезжают, примеры промыслов, которые характерны именно для этого региона. А во-вторых, чтобы представить максимально возможный спектр этих промыслов. Мы стараемся, чтобы не было перекосов, условно говоря, в сторону матрешки. Межрегиональный фестиваль «Кладовая ремесел» стартует 4 ноября в 11 часов дня. Всех желающих устроить для себя экскурсию, промысловый шоппинг или серию мастер-классов организаторы ждут в Центре народных промыслов Новоровского.